Сегодня у нас праздник, коллеги. Сегодня мы с вами можем поговорить и предлагаем вам немножко расслабиться, немножко почувствовать и понять, что сегодня пятница. Сегодня у нас с вами есть возможность поговорить о насущных вопросах. И не хотелось бы, чтобы эта лекция была вот такой академической. Хотелось бы, чтобы это был разговор друзей, которые встретились для того, чтобы обсудить, какие у нас с вами есть риски, какие есть возможности, чего ждать нам весной, возможно, 21 сезона. И как с этими вопросами нам можно поступать. С помощью экспертизы компании «Сингента» действительно мы стараемся и работаем для того, чтобы помочь вам выбрать правильное решение. И сегодня мы, это Мария Мустафина и Елена Акимова, технические эксперты компании «Сингента», мы отвечаем в компании за фунгицидную часть и за часть, которая работает с регуляторами роста. Поэтому все вопросы, касающиеся болезней, касающиеся регуляторов роста, пожалуйста, можете адресовать нам. Если какие-то вопросы мы вдруг не сможем решить, мы найдем, у кого спросить. Вернемся обязательно. В этом и есть высшее образование. Самое главное не сколько ты знаешь, а самое главное знать, у кого спросить. Итак, поехали. Мы начнем сначала с темы регуляторов роста. Тема такая непростая, потому что даже опытные агрономы, которые работают много лет, не все знают, как правильно применять регуляторы роста, а все в тех возможностях, которые могут быть с этими препаратами. И давайте поговорим. Сегодня мы расскажем вам свое видение. Если у кого-то точка зрения другая, пожалуйста, прямо в прямом эфире можете заявлять об этом. Давайте об этом поговорим. Итак, что с бокалом вина, как на золотом кольце? У нас сегодня не золотое кольцо, но, тем не менее, это добрая встреча старых друзей. Что у нас с вами сейчас творится на полях? Это данные ИКАР. Каждый из вас, проживающий в определенной области региона, как мы его называем, регион север, может найти свои цифры. Цифры, которые показывают нам. Зеленые столбики – это хорошее состояние зимов культур, и оранжевые удовлетворительные, но и голубеньких очень мало у вас. В отличие от других регионов, ваши все-таки условия более-менее стабильны. Подскажите, пожалуйста, ИКАР правильно плюс-минус показывает или все-таки где-то лукавит? Ульяновск, правильно. Ульяновск, правильно. Так, кроме Ульяновска. Рязань близко к истине. Примерно так и есть. Пенза, пожалуйста. А где здесь пенза-то, я не вижу. Вот она, последняя. Покажи, Маш, пожалуйста. А, у меня тут это, ИКАР. Ага, у меня это. Рядом с Ульяновском. Сейчас у меня ИКАР был закрыт. 55% в хорошем состоянии и 35% удовлетворительных, Сергей. Совершенно. В принципе, я и так хотел сказать, что порядка 60-70% ушло в хорошем состоянии. Порядка 20, может быть, 25, я бы сказал, удовлетворительные. Вот, может быть, там 5-10% я бы сказал, что ушли в неудовлетворительном состоянии. Там сходы, начало сходов. Все зависит как раз от предшественника и сроков сева. Итак, что будет зимой, это сейчас для нас с вами белый лист. Мы не знаем, будет она теплая, европейская, как в прошлом году, либо с большими морозами и снегами. Но весной нам необходимо будет решать разные задачи. Мы можем с вами увидеть поля, которые ушли в состоянии кущения и хорошо перезимуют, как вот на правой фотографии. А можем увидеть поля, где будет небольшое количество растений. В принципе, для нас с вами это не страшно. С этими полями мы умеем работать. И, как правило, когда мы видим посев, как на левой фотографии, это одно семя, один стебель, один побег. А фотография на правой стороне моего слайда показывает, что здесь может быть очень хорошее или достаточно сильно хорошее кущение. Иногда даже такого кущения и не нужно. Но, тем не менее, у нас с вами могут быть поля, на которых сразу весной, как в 2020, как и ранее году, мы не сможем понять, что делать с этими полями. Понятно, что в некоторых случаях будет яркая картинка, и вот этой серой массой будут видны зеленые части растений. Будет понятно, что здесь жизнь есть, и, в принципе, все будет хорошо. Есть и будут поля, где сразу будет понятно, что этот посев, к сожалению, не перезимовал. И мы будем планировать с вами пересевы, и будем планировать другие технологические операции с другими уже культурами. Но будут посевы, где не совсем будет яркая, понятная картинка. Вроде все погибло, но где-то местами мы видим и зеленые части растений. Для таких посевов, вот вам маленькая шпаргалка, что можно сделать по методике, как пройти, посмотреть, провести оценку, как правило, через 10-12 дней после того, как у вас начнется возобновление весенней вегетации, когда будут видны молодые корешки и будет видна какая-то зеленая окраска уже верхней надземной массы. Вот вам еще методика, которая поможет вам собрать образцы по диагонали. Вы соберете, допустим, 30-50 растений по диагонали поля, потихонечку они оттают у вас, обрезаете корневую систему по этой методике, положите в стеклянную банку. Мы с помощью этой методики сможем увидеть, живые наши растения или нет. И вот третий пункт. Мы смотрим, появляется ли прирост миллистерной ткани или нет. и принимаем решение, что делать с этим посевом. Пожалуйста, пользуйтесь этой методикой. Когда мы с вами в 2020 году с помощью этой методики определили, что данный посев скорее жив, чем мертв, подкормили, и через некоторое время мы увидели вот такую замечательную картину. А могли бы взять это поле и запахать. Поэтому не всегда то, что кажется серым, на самом деле надо подвергать кардинальным изменениям. Еще одна вам помощь для того, чтобы, если вдруг, как уже последние два года, идут возвратные холода, вкущение, начало выхода в трубку, вот эта методика из КНИИСХа, это научные сотрудники подготовили. И эта методика есть в широком доступе, но мы вот ее немножко переработали, сделали визуализацию, потому что вот эти фотографии, это фотографии 2020 года. То есть то, что мы с вами получили весной, мы понимаем с вами, если вкущение у нас, не дай бог, случаются возвратные холода, а все чаще и чаще они бывают, если растение стоит зеленое, это не факт, что оно даст урожай, потому что в нем может погибнуть сам зачаток этого колоса, этого маленького важного органа в растении, который потом и должен вернуться нам с торицей и возвратными всеми инвестициями. Вот эту методику, пожалуйста, также можете использовать в своей работе повседневной. Перед нашим мероприятием мы попросили задать вопросы, задать вопросы, и самый первый вопрос, который мы хотим осветить, это насущная ситуация, что действительно озимая культура, озимая пшеница ушла у нас в разных стадиях развития, где-то в кущении, где-то в шиле, и можем ли на это повлиять, используя регуляторы роста? Такой хороший вопрос. Может быть, кто-то у нас уже знает ответ на этот вопрос? Можете поделиться своим опытом прямо сейчас. Мы будем только рады. То, что можем предложить мы, исходя из нашего опыта, исходя из нашей экспертизы и исходя из тех инструментов, которые можно использовать. Как правило, когда мы с вами видим вот это вот самые проблемные пока для нас посевы, с одной стороны, которые не раскустились, не прошли фазу кущения осенью, а осеннее кущение для озимой пшеницы считается самым продуктивным. Если пшеница не раскустилась осенью, это, конечно же, снижает ее виды на урожай. Она может раскуститься весной, если будет продолжительная прохладная погода, которая даст возможность раскуститься озимой пшеницей. И влага. И влага, естественно, да. Помимо температуры нужна еще и влага. Понятно, что нужно еще, нужно и питание. Это могут быть посевы по предшественникам, вот так мы называем их в кавычках проблемным, да, где мы бы зашли попозже. Что у нас с вами есть из рисков на данном типе посевов? То, что если вдруг весна придет быстро и будет она сразу с теплыми жаркими днями, да, как зачастую у нас бывает, что сразу после зимы пришло лето, мы можем по погодным причинам не получить вот этого весеннего кущения. И тогда мы получим одно растение с одним колосом. Если у нас будет весна влажная и холодная, есть риск развития прикорневых гнилей, особенно вот на этих предшественников, потому что идет борьба за влагу, идет борьба за питание. Ну и, естественно, если будет теплая погода, здесь уже подключатся и листовые заболевания. Нам важно помочь этим посевам озимых реализовать потенциал кущения. И, естественно, в первую очередь мы с вами задумываемся о проведении подкормки. Как правило, из нашей практики, то, как делаем мы, и то, как нам рекомендуют наши партнеры-агрохимики, те, кто занимается минеральными удобрениями, они рекомендуют, и мы проверяли, в принципе, рабочая схема. Схем может быть много, но вот эта схема, которую проверили, и она, в принципе, работает на вот таких посевах. Дать максимально питание азота при возобновлении весенней вегетации и меньшую часть оставить уже на фазу трубкования. То есть делить данный прием на две части. Понятно, что все будет определять влага. При возобновлении весенней вегетации может быть сухо, но, тем не менее, мы стараемся с вами все равно зайти и покормить нашу азимую пшеницу, азимой культуры, потому что надеемся и ждем, что все-таки влага будет. Плюс, как правило, это какой-то остаток притаяния снега, влаги образуется. Вот этот прием, он работает, и нам нужно при возобновлении весенней вегетации дать возможность растениям, чтобы они тронулись и пошли развиваться дальше. Когда у нас с вами пшеница уходит в зиму в фазе кущения, мы можем получить с вами, в принципе, стандартное количество стеблей, 2-4 стебля, либо избыточное. Мы так и написали. В принципе, термин такой. Мне не очень нравится избыточное. Для кого-то, может, это очень хорошо, но когда у нас может быть 10-12 стеблей на одно растение. Мы понимаем, что пшеница с 10-12 стеблями, она не всегда способна вытянуть эти 12 стеблей до 12 колосьев. Какие риски могут быть? Ну, в первом случае, когда у нас с вами 2-4 нормальные кущения, у нас риск, только если будет много влаги, если будет хорошее питание, мы можем получить только непрочную соломину в нижней части, естественно, полигания. Если высокостебильный. Да, и как вот Лена говорит, естественно, не знаю, слышно, не слышно, если это высокостебильный сорт, то это стопроцентный риск полиганию. Если у нас с вами очень много стеблей, да, допустим, 7-10 стеблей, то при высоком потенциале стеблистоя культура начинает конкурировать растения друг с другом. Естественно, идет, если много влаги, если растения пытаются захватить и солнечный свет, они начинают быстрее вытягиваться к солнышку, то здесь риск возрастает полигании еще больше и возрастает риск получить больше соломы, чем продуктивных колосьев. Понятно, что чем выше стеблистой, тем выше риск грибного поражения, всяких прикорневых гнилей и листовых заболеваний. Здесь нам с вами важно сохранить то количество стеблей, которое является оптимальным для этого сорта. Мы должны с вами подумать о том, как нам правильно применить регуляторы роста, чтобы снизить этот риск полигания и сохранить колосья, не получить вот этот вот балл соломы. Понятно, что если у нас с вами животноводческое хозяйство, мы скормим, но это будет очень хороший и дорогой корм все-таки. Когда мы с вами говорим про регуляторы роста, мы можем с вами предложить два решения, которые есть сейчас у нас, у компании Сингента. Мы долго искали партнера, партнера, который нам поможет с помощью хлормикват хлорида воздействовать на зерновые немножко по-другому, чем модус. У нас был и остается модус. Мы вот его сейчас пока визуализировали в виде вот такого швейцарского рыцаря. Да, это истинно действительно швейцарский продукт, который мы сейчас активно используем на наших российских полях. Но у нас в портфеле появился и антивелегач. Мы его изображаем в виде русского богатыря, хотя он сам родом из Израиля. Он такой, ну, понятно, мы все знаем прекрасно, что Израиль, в принципе, люди, не отличающиеся от других, достаточно высоким потенциалом интеллекта. Но, тем не менее, почему мы его изобразили в виде русского богатыря? Из-за трактовки, которая и означает это слово, антивелегач. Первое время, когда мы услышали это слово, да, какое-то оно корявое, и потому что, ну, непривычное для нашего с вами уха, но, тем не менее, антивелегач – это древнеславянское слово. По словарю «Даля», если вы заглянете в это издание, то это означает «вылечь», «ложиться», «сплошь» или «поголовно». И приводит, дать примеры, что у нас от горячки вылегла половина полка или весь хлеб вылег. Как правило, в других словарях, словарей-синонимов, это вылегание или полегание хлебных злаков, то есть это лишение возможности пшеницы расти прямо. Ну, и вот прямо написано, что это происходит от быстрого роста, и растения пригибаются к земле, перепутанно ложатся и лишаются возможности развиваться нормально, что, естественно, неблагоприятно отражается на урожае, на его размерах и качестве и затрудняет уборку. Поэтому у нас пока вот такой первый такой макет. Вы регион, в котором мы вообще непосредственно живем с Еленой и который мы очень любим, мы очень часто общаемся с вами. И поэтому вы видите первыми вот этого богатыря. Возможно, он у нас немножко изменится, потому что это персонаж из мультика. Мы с дизайнером будем работать и придадим нашему израильскому богатырю с русскими корнями, да, древнеславянскими, придадим ему другой вид. Но пока вот он вот такой богатырь. Что такое антивалигач? Антивалигач – это хлормикватхлорид. Очень много на рынке ретардантов, регуляторов роста хлормикватхлоридом. Как правило, все они содержат чуть-чуть больше этого ДВ – 750 грамм на литр. У нас его немножко поменьше. Регистрация есть только на азимы и аяровой пшенице. Сразу хочу сказать, для тех, кто захочет применить этот продукт на ячмене, попробовать, да, вот возьму и вылью, чтобы он не лег, этот ячмень. К сожалению, из-за особенностей культуры ярового, азимового ячменя, хлормикватхлорид слабо эффективен на ячмене. Поэтому вот этот продукт был в регистрации у нашего партнера, теперь, который входит в наш альянс, это компания «Дома». Мы теперь все под одним крылом, да, нашего огромного, большого сообщества. И они вот действительно пошли на такой правильный шаг, зарегистрировали этот продукт только на пшенице. Потому что, чтобы не вводить в заблуждение ни в себя, ни в вас, потому что этот продукт на ячмене, к сожалению, очень слабой эффективностью. Иногда, зачастую, вообще не способен работать там, как ретардант. Норма расхода у него литр 200, 2 литра. Это водный раствор, упаковку в 20-литровой упаковке. Вот, возвращаясь к вопросу, что азимы ушли в разных фазах, можем ли мы повлиять на кущение? Да, можем. Как правило, вся стратегия применения регуляторов роста, она строится на двух приемах. Там, где у нас с вами необходимо, так называемо, стимулировать, да, кущение, необходимо заходить с регуляторами роста. Сразу при возобновлении весенней вегетации подкормили и через 5-7 дней после подкормки, после внесения азота заходим, работаем с регуляторами роста. Мы в таком случае можем воздействовать на корневую систему. Сам узел кущения закладывается глубже. И мы стимулируем кущение, вот по данным многолетних опытов наших белорусских ученых, плюс 17, плюс 21 процент. Мы сохраняем кущение. Почему я не говорю увеличиваем? Почему? Потому что мы не сможем волшебным образом, да, так вот, полили и все, распустилось. Нет, мы помогаем культуре. Мы, так называемый, мы бьем ее по голове с помощью ретарданта, регулятора роста, и культуре ничего не остается делать, как расти в стороны, потому что по голове ей стукнули. Она пока в себя приходит, она начинает расти от узла кущения уже в стороны. Если у нас с вами фаза будет такая, что мы видим, что нам нужно работать регуляторами роста от снижения риска полигания, то, как правило, это фаза уже конец кущения, начало выхода в трубку. Здесь мы также воздействуем на корневую систему. Мы выравниваем стеблистой, мы подтягиваем те стебли, которые у нас могут быть непродуктивными, подгон и подсет, и уменьшаем длину нижних междоузлей. Вот есть вопрос, про температуры будут, будет этот вопрос освещен чуть подальше. Здесь мы с вами действуем на нижнюю часть растения. Очень важно, почему? Потому что здесь именно мы можем работать со снижением риска полигания. Ни в какую фазу, в другую, и так эффективно регуляторы роста работать не будут. Дальше мы будем просто снижать парусность. То есть уменьшать растение в высоте для того, чтобы уменьшить его риск, когда будут сильные ветра, ураганные ветры, дожди. Но самое важное, это вот эту фазу нам с вами не пропустить. Для того, чтобы убрать два важных фактора риска. Это прикорневое и стеблевое полигание. Тогда, когда мы можем повлиять именно на этот риск очень эффективно. Если у вас в хозяйстве два препарата, да, антивалегач и модус, то как их применять на озимой пшенице, фазы применения и на что мы можем с помощью этих препаратов повлиять. Вот вам такая шпаргалочка. Антивалегач. Он подавляет вообще механизм действия. Он подавляет синтеза гормонов и берелинов на начальных этапах синтеза. Модус на поздних этапах. В принципе, они действуют на одну и ту же мишень, просто на разных этапах синтеза. Но у них немножко разный эффект действия. Вот фазу кущения, они оба подавляют антивалегач более жестче основной стебель. Модус помягче. Он все-таки основной стебель сильно не подавляет. У него более мягкое действие на основной центральный стебель. Они оба стимулируют боковые побеги. То есть мы подгоняем, поднимаем подгон и подсед до продуктивного. Даем возможность им подтянуться, чтобы не получить с вами, да, вот такой маленький колосочек, а получить полноценный колос. Они оба подавляют вытягивание клеток в растении. Чем отличается модус? Вот тут у нас физиологическим своим влиянием на растение. У антивалегача тоже есть физиологическое влияние, потому что он действует на гормональную систему растения. Просто полноценного такого широкомасштабного эффекта все-таки у него нет. Поэтому мы будем честными. Сразу уводим все-таки физиологию, воздействие на растение, как на стимуляцию лучшего употребления азота и влаги, лучшее воздействие на корневую систему. Все-таки мы относим это к модусу. У антивалегача есть воздействие на физиологию, есть воздействие на корневую систему, но оно не такое яркое. Еще это связано с тем, что все-таки антивалегач в растении у нас работает 5-7 дней. Модус способен действовать на гормональную систему растения 10-14 дней. То есть два раза дольше модус способен продержаться в растении. За счет этого вот эта физиология его, влияние на физиологию растений и на корневую систему растения будет ярче. Если мы работаем в фазе начала выхода в трубку, то они оба укорачивают междоузлие и укрепляют клеточную стенку, утолщают стебель. Температуры. Очень важно обращать внимание на температуры. Минимальные температуры, если смотреть по температурам, раньше всего можно применять антивалегач. Для него терпимая температура плюс 5 градусов. Оптимально 8. Для модуса же минимально 7-8, но оптимум 12. Да, мы можем обработать с вами, допустим, при 3-2, но помним, что антивалегач в растении у нас живет 5-7 дней и работает. Модус 10-14. Мы можем потерять просто это время. Сейчас мы посмотрим видео, пока Елена готовится. Я немножко просто скажу про температуры. Дальше у нас будет слайд, где будут показаны предельные границы температур. Немножко, чтобы вам было поинтереснее, будем запускать видео. Сейчас мы посмотрим на эффективность продукта Модус, который был применен на этом варианте. Мы разрежем стебель поперек и увидим толщину соломины на различных вариантах. Прошу обратить внимание на толщину соломины на разных вариантах обработки. Вариант с Модусом, видим, что соломина гораздо толще, более упругая, чем на том варианте, где продукт Модус не применялся. Это видно на лицо. Не могу сломать с усилием. Здесь сломалось гораздо легче. Так, видео мы посмотрели. Вот эта шпаргалка. Самое важное, пожалуйста, помните, что антивалигач выше 15 градусов нужно не применять. Потому что есть риски того, что все-таки, как правило, почему есть ограничения по температурам? Потому что мы не применяем с вами продукты сола. Мы мешаем их. Мы мешаем их с гербицидами, с фунгицидами, с инсептицидами. И некоторые из них чуть-чуть подальше мы разберем, с чем можно мешать, как можно мешать. Обязательно об этом поговорим. С чем нет. Самое главное, вот эти вот температурные моменты на момент обработки и ближайшие хотя бы 3 часа после обработки. Очень важно, потому что мы работаем в баковых смесях. И для того, чтобы не получить негативного воздействия от обработки, придерживаемся температур. Все-таки антивалегач – это потолок 15, модус – это 20. Если у нас с вами температура будет выше, тогда мы все обработки переносим на вечернее время суток, либо на ночное. Важно помнить про воду. Мы, когда с вами используем воду, важно вот эти 4 постулата. Чистая, чтобы она была, чтобы она не забирала на себя все препараты, потому что любая органика, даже ту, которую мы с вами не видим, мы взяли воду с водоема, в ней присутствуют мельчайшие водоросли. Все это забирает на себя препарат, снижает норму его расхода на культуре. Обязательно смотрим на жесткость и на температуру. Мы очень хорошо знаем по своим уже практическим историям, что модус, как и все, в принципе, средства защиты, нежелательно растворять в воде ниже плюс 10 градусов Цельсия. Это вот просто берем себе на заметку и идем дальше. Мы с вами часто используем воду, которая поступает из скважин, там привозим ее, она стояла ночью, особенно весной, ранней весной. Обращаем внимание на температуру воды. Ну и на PH, там уже смотрим на рекомендации, которые есть в этикетке каждого продукта. Немножко про алгоритмы. Как применять? Когда у нас нормальное или повышенное кущение, для того, чтобы регулятор роста работал как снижающий риск полигания, конец кущения, начало выхода в трубку, вот у нас вот такая граница стоит. Вот это фаза конец кущения, начало выхода в трубку, фаза 29-31 по BVCH. Вот просто запомните сразу же, независимо от условий, антивылигач можно и нужно применять до 31 фазы включительно. То есть пошел второй узел, все, антивылигач уже будет слабо эффективен, лучше его отложить на этом посеве. Модус можно применять и в 32-ю, и дальше потом будут, алгоритмы увидите, но именно как работать по снижению риску полигания необходимо фазу 29-31 для того, чтобы повлиять на толщину соломины, для того, чтобы повлиять именно на нижние междоуслии. Ну и в зависимости от условий, засушливые или нормальные, в зависимости от почвы, вы сами понимаете, сами агрономы, когда легкие почвы, когда у нас тяжелая почва, от уровня влаги мы выбираем норму. Это также шпаргалка вам доступна. Чем суше, тем меньше норма расхода. Чем выше влажность, тем мы норму расхода регуляторов роста увеличиваем. Естественно, смотрим на питание. Самый максимальный выхлоп от регуляторов роста будет тогда, когда культуре хватает питания. Если мы с вами применяем химию, но экономим на питании, выхлоп от всех средств защиты, к сожалению, вот я говорю про регуляторы роста и фунгициды, будет не такой ожидаемый, какой он будет, если культура накормлена. Можно ли делать 2-3 обработки регуляторами роста? Да, можем работать. Вот вам алгоритм. Смотрите, мы здесь пока вам… Можно работать вместе антивалигач, допустим, и с модусом. Почему мы их вместе ставим? У антивалигача, у него такое резкое ретардантное действие. Он очень хорошо и быстро снижает рост растения. Мы можем им отработать однократно здесь, а потом пойти работать с модусом. Для тех, кто хочет немножко сэкономить, антивалигач подешевле стоит, чем модус. Для тех, кто хочет получить максимальный выхлоп от физиологии, мы добавляем к антивалигачу модус. Работаем баковой смесью фазу 29-31. И в дальнейшем заходим, если еще одна обработка получится, работаем по третьему-четвертому узлу модусом второй раз. Мы пишем здесь модус 02 и 02. Как правило, такая у нас регистрация. В Европе норма регистрации модуса и в Беларуси до 0,6. У них там разбег побольше, но когда регистрировали модус, это было достаточно несколько лет назад, давно, не думали, что потребуется увеличивать норму расхода модуса. Продукт дорогой был очень, и продукт достаточно эффективно работал. Сейчас мы видим, что с изменением климата не всегда хватает даже 0,4, и приходится дробить. Вот для того, чтобы... У нас вот есть хозяйство, которое применяет регуляторы роста три раза. Они работают хлормикват-хлоридом в фазу конец кущения начала выхода в трубку, 29-ю, 31-ю, да по первому узлу, пока этот узел не поднялся на полтора сантиметра от поверхности земли. Работает хлормикват-хлорид, резко снижает 5-7 дней, работает. Потом по третьему, по четвертому узлу заходят модуса, уменьшают еще раз растение в высоту, и уже в конце трубкования можно до флагового листа работать еще раз модусом, для того, чтобы еще больше увеличить парусность растения. Независимо от сорта, если это высокий уровень увлажнения, допустим, в Воронеже это 800-1000 мл воды влаги, то там, где у нас хороший уровень питания, там очень хорошо кормят. Мы с Леной были в этом году в хозяйстве в Воронежской области, где они три раза работают. Понятно, что, опять же, норма расхода, это вот мы пишем вам по регистрации, да, как это возможно. Если сорт высокорослый, если сорт действительно очень быстро растет, и для него риск полигания высокий, то здесь необходимо увеличивать нормы расхода того же антиболигача и, возможно, применять немножко другие критерии по модусу. Когда мы с вами, итог, придем весной на 2021 сезоне, мы можем увидеть с вами в кавычках серые поля непонятные и зеленые поля. Опять же, многие коллеги нам уже сказали, что зеленое поле тоже может быть погибшим, но тогда мы проверяем в любом случае жизнеспособность. Если у нас растения живые, мы их кормим и потом применяем регуляторы роста. Если у нас растения погибли, мы принимаем решение о пересеве либо о ремонте. Если у нас с вами поля зеленые, мы определили, что это жизнеспособные растения, определяем фазу количества побегов. Если у нас одно растение на один стебель, то мы кормим максимально, хорошо покормили через 5 дней после подкормки, 5-7 дней, когда с погодой. Заходим работать как можно раньше. То есть это начало, середина кущения. Мы провоцируем все процессы, которые идут у нас в растении для того, чтобы стимулировать это кущение. Если у нас несколько стеблей, мы смотрим, достаточно нам этого либо недостаточно. И тогда уже, если у нас 2-4 стебля, и мы хотим эти стебли сохранить, то, как правило, мы кормим пораньше. Если у нас очень много стеблей, 10-12 стеблей на одно растение, мы понимаем, что пшеница не вытянет этот стеблистой, тогда мы кормим попозже. Опять же, у этой методики, которую мы предлагаем вам, у этой стратегии, могут быть разные аргументы. Вы можете сказать, что я не могу не получить влагу, 29-30 фазу в конце кущения, и я буду кормить при возобновлении весенней вегетации. Да, такое тоже возможно. И такие вполне рабочие варианты, просто тогда необходимо регулировать с нормой внесения удобрений. Понятно, что если у вас традиционно влага есть только при возобновлении весенней вегетации, а потом у вас стоит сушь и жара, вы будете все равно вносить все основное удобрение пораньше. Тогда для вас, для этих зон, необходимо нам еще дорисовать третий путь, да, три путя будет, не два пути, а три путя. Тогда самое главное – применение регуляторов роста. Там, где мы провоцируем кущение дополнительное, мы работаем пораньше, там, где мы хотим работать на полигоне, и мы работаем попозже. Какие могут быть проблемы? Вопрос. При позднем применении хлормикват-хлорида, да, антиболигач. Многие не успевают по погодным условиям, опаздывают и задаются данным вопросом. Ильяна, не хочешь ответить? Или как? Со звуком? Ну, давай, давай, я тогда продолжу. Да? Хорошо. Когда у нас с вами есть, мы купили, да, антиболигач, но погода не дала нам возможности зайти в поле в 29-ю, да, в конец кущения, начало выхода в трубку, мы видим два узла, там третий пошел. Что делать? Смотрим матчасть. В регламенте продукта фаза зарегистрирована, фаза кущения до фазы начала выхода в трубку, то есть до 31-й фазы. И открываем такой маленький секрет. Никакого вреда от применения антиболигача в культуре не будет. Она не будет покрываться фитотоксичными пятнами, она не сгорит от антиболигача, ничего с ней не будет плохого. Но и ожидаемого ретардантного действия вы после 31-й фазы, как есть в регистрации, вы не увидите. Почему? Потому что после того, как культура у нас пошла в фазе трубкования, пошел второй узел, культура растет очень быстро, и хлормикват хлорид в силу своих вот этих 5-7 дней, он просто не успевает за ростом биомассы, и работать уже в эту фазу он эффективно не может. Поэтому хлормикватом, хлоридом мы работаем до 31-й фазы, чтобы снизить риск полигания. Если мы опоздали, все, в этот посев мы с хлормикватом, с антиболигачем не заходим, туда можем применять модус. С антиболигачем уходим на другой посев. Очень интересный вопрос, такой коварный, с которым мы разбираемся постоянно, потому что мы все мешаем. Мы мешаем регуляторы роста с гербицидами, потому что у нас это весна. Можно ли мешать с гербицидами на основе декамбы или 2,4D? Какие могут быть риски? Какие могут быть проблемы? Мешают вообще спросить. Да, вообще скажите, может быть, вам не всем этот вопрос интересен? Мы подробно не будем разбирать. Мешаете ли вы с этими гербицидами? Да, мы работаем с этими гербицидами. Расскажите, пожалуйста. Интересно. Хорошо. Вот такую таблицу нам подготовили наши гербицидные эксперты. И эту таблицу вы видите первыми. Страна еще ее не видела. То есть минимальные риски при работе в фазе 25-27, то есть это у нас середина ухищения, то есть полноценное ухищение, при температуре 15-25, опять же, да, мы видим, что риски ниже 10, то есть 11-15, вот в этот коридор мы попадаем. При влажности воздуха 65-70 процентов, то есть если у нас будет сухо ниже 40, это риск, выше 80, это тоже риск. При норме расхода модуса минимальной, естественно, да, минимальные нормы расхода и антиволигача. Риск будет минимальность. С учетом того, что мы будем применять регуляторы роста, если у нас будет максимальная норма, то там нужно будет смотреть по температуре, по влажности и по состоянию культуры. Чуть-чуть дальше еще одна таблица будет. Это вот такие гербициды Камара, Прима Форте, которые выходят у нас и Лентур с минимальной нормой расхода. Если у нас с вами риск максимальный, то, как правило, эта фаза маленькая, ниже начала опущения, да, если у нас температуры низкие, засуха, большие нормы расхода регуляторов роста и большие нормы расхода гербицида. Как правило, вся дикамба находится в зоне роста, риска. Если 2,4-д соли и эфиры, они, если культура не в стрессе, более-менее нормально работают, мы вот с Камарой работали достаточно уже два года, тестируем этот гербицид, все хорошо, то чистые дикамбы, конечно, там все непросто. И максимальные риски, когда у нас фаза культуры естественно уходит, но это риск уже больше по гербицидам, потому что если у нас уже 32-я фаза и выше, то сам гербицид может навредить культуре, вы как агрономы знаете это, мы смотрим и на гербицид, понятно, что регламент есть у всех и у гербицидов и регуляторов роста, при превышении 25 и выше это риск, при высоких нормах регуляторов роста и гербицида это риск, мы смотрим здесь вот эти два конкретных гербицида с максимальной нормой расхода, то это риск. Если у нас с вами Камара и Прима Форте, то смотрим вот в эту табличку, у нас вот она регуляторы роста, вот с Банвелом и с Диаленом стоит красная, лучше не надо, не рискуйте, серая стоит с Лентуром, помним, да, минимальные нормы расхода нормально, Прима, Форте и Камара можно, если культура не в стрессовых условиях. Стрессовые условия мы разобрали на предыдущем слайде, а вообще смотрите на состояние культуры. Если культура у вас, вы видите, что засуха, если вы видите, что пшеница чувствует себя плохо, жарко, сухо и она сейчас не в лучшем своем состоянии, полив баковой смесью, да, вроде там есть вода, кажется, что мы делаем ей хорошо, нет, в этой воде у нас есть химические реагенты, которые есть в гербицидах, действующих вещества, да, и в регуляторах роста, и мы можем навредить. Мы работали с той же примой, с прима форте, с камара, в условиях, когда пшеничка 10-15 сантиметров в высоту и нет стресса, очень замечательно работают, вообще даже не замечаем. Да, были случаи, когда по-другому нельзя, и заходят, работают, когда культура в небольшом стрессе, допустим, да, с нашими гербицидами, да, посев станет желтым, но через, или белым, да, или через, но через две недели, как правило, все это отходит, и культура восстанавливается. Вообще, то, что касается конец кущения, фазу, да, это у нас с вами у культуры третий лист. Как правило, самое главное, сильно не ударить по колосу, чтобы культура не стрессанула и не осталось у нас в колосе мало зерна, потому что в эту фазу у нас идет формирование количества зерен в колосе, поэтому очень важно обращать внимание на стресс. Скажите, есть вопросы еще по вот этой теме? Вообще, табличку вы все видели, не один из. Пойдем дальше. Как правильно применить на пшенице озимы, на яровом ячмене и на яровой пшенице? Вот такая вам шпаргалка. Антивалигач мы применяем для стимулирования кущения в ранние фазы, да, начало-середина кущения весной. В Украине его применяют в фазе двух листьев осенью. Модус можно применять также, как антивалигач в эту же фазу. И оба этих продукта можно применять в конец кущения и на начало выхода в трубку для того, чтобы снизить риск полигания. Модус можно применять до флага исключительно для уменьшения парусности и зачастую сейчас уже в Германии и в Европе три раза применяют регуляторы роста, как у нас было на слайде, где антивалигач и два раза модус. И именно модусом работают для того, чтобы не только снизить парусность, третий раз работают, чтобы уменьшить подколосовое междуузли, особенно немецкие сорта, у нас очень много их появляется в России, они имеют тяжелый колос. и если мы работаем баковой смесью, то это естественно до 31 фазы, потому что антивалигач у нас тут. На яровой пшенице, как правило, это только по снижению риска полигания у высокоростных сортов на высоком фоне питания и влаги. С яровой пшеницей будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что вы сами понимаете, что яровая пшеница отличается от азимы, и четко понимаете, почему, как. Яровую пшеницу, если у нас сухо и питания ей не хватает, регулятором роста можно очень хорошо шарахнуть и повлиять на снижение урожайности, обращаем внимание на влагу, на влагу азотное состояние растений. И на яровом ячмене антивалигач не применяем, не в смеси с модусом, не сова, применяем только модус. Можем применить в фазе конец кущения, самое главное, чтобы была влага и ячмень действительно хорошо кустился. Мы знаем, что у ячменя урожайность все-таки зависит от кущения. Если в фазе кущения есть влага и питание, то уже видно, урожай с ячменем возрастает на порядок. мы улучшаем состояние корневой системы и укрепляем нижнюю часть соломины. Ну и, как правило, на ячмене применяют модус фазе конец трубкования выход флаг-листа для того, чтобы предупредить клевание надламывания этого подколосового междоузлия. коварный вопрос такой провокационный. Но постоянно задающий. Да, но часто бывает у нас и у вас может возникнуть может ли смесить модус и вообще регулятор роста урожайность или нет. Да, если бы я как это не была ответственным человеком, я бы сказала, ну, несмотря как, да, в зависимости от условий, но четко как положено, да, как в армии, лучше дать вам сразу ответ, что все регуляторы роста не применяйте, пожалуйста, когда культура находится в стрессе, когда вы видите, что ей жарко, сухо, когда ей не хватает питания, высокие температуры, когда она вот такая влажная, когда на ней очень много дождевых капелек, да, прошел ливневые дожди, очень много росы, обращая внимание на температуры, предельные температуры для регуляторов роста, потому что вы не будете ими работать соло, вы будете ими работать в баковых смесях. Если у нас температуры не подходят, да, если плюс 15 превышает на момент обработки для антиволигача или плюс 20 для модуса, если мы видим, что выше 24, да, у нас пришло лето срочно, нам нужно работать, чтобы снизить риск полигания, мы видим, что он высокий, все обработки проводим вечером или ночью. Пожалуйста, не мешайте регуляторы роста с азотом, потому что сам азот может пожечь культуру, но и благодаря тому, что регуляторы роста антиволигач и модус содержат дополнительные вещества, они сами по себе, которые затягивают эти ДВ в растении и азот очень сильно быстро будет проходить в растении, будет усиливаться вот это вот ретардантное действие. Мы пишем, что лучше не мешать. Сами мы, конечно же, проверяли, пробовали и смотрели. Мы работали модусом вместе с кассом, фазу, конец кущения, начало выхода в трубку, обработали в нескольких это было местах. Возапрошлым году мы работали в Краснодаре, в агрокомплексе. Две недели пшеница стояла страшная. Агроном ходил, наш сотрудник не приезжал на поле, боялся, что его побьют. Но потом эта пшеница дала самый максимальный урожай. Так сложились условия, что пшеница смогла отойти. В прошлом году в Курске предприятия есть такой артель. Там очень хорошие работают специалисты, очень опытные, знающие. Звонят и говорят, мы опоздали с хлоромикватом, будем работать модусом, и мы хотим работать модусом вместе с кассом. Я говорю, зачем вам это надо? Они говорят, ну, мы вышли уже на предел урожайности, мы получаем свою урожайность до 70, мы хотим больше, мы хотим больше, мы хотим с помощью регуляторов роста, с помощью питания взять больше урожай. Мы будем мешать. Но мы с ними составили алгоритм, подумали, я сразу сказала, когда придете через несколько дней, не пугайтесь. Лучше не ходить. Да, лучше не ходить, если у тех, у кого слабые нервы. Пшеница отойдет, все, посмотрели, самое главное смотреть, какое будет погодное изменение температуры, влаги. Было много влаги в Курской области, мы посмотрели, что все отойдет. Обработали эти фотографии, надо было ставить красивые фотографии, вся пшеница была желто-красная, но потом все отошло, и вчера они прислали данные плюс от плюс пяти разные сорта до плюс двадцати процентов урожайности сохранил модус, естественно, с подкорбками, с подкорбками. Поэтому тут вот этот посыл, мы себя ограничиваем, вот, мы написали не применяйте, вот, мы с себя ответственность сняли, если будете применять, то, пожалуйста, это будет ваша зона ответственности, я такая блондинка, да, ваша зона ответственности, но, тем не менее, если очень хочется и надо, давайте будем думать вместе, звоните, будем разбирать вашу конкретную ситуацию. Ну, и про заморозки был вопрос, мы просим все-таки не проводить обработку, если ожидаются заморозки в ночь или сразу после обработки, лучше подождать, почему мы просим об этом, потому что если пошли заморозки, вы запланировали обработку, да, культура уходит в состояние так называемого легкого анабиоза, да, она затормаживает все свои процессы, вы полили, да, тем, допустим, антивылегачем, да, форме квадхлорид 5-7 дней, а у вас заморозки затянулись. Был прогноз на 3, а у вас заморозок пошел на неделю и обработка ваша ушла, почву на растение вы не подействовали. Мы работали в прошлом году модусом. Да, Лена вот написала в чате, у кого есть возможность кто не за рулем почитать, обработали, немножко посветлела культура, потом отошла, все было нормально, на урожайности это никак не сказалось отрицательно. Поэтому любое правило, конечно же, может быть и с исключением у нас очередное видео. Видео достаточно большое, я не знаю, меня слышно, нет, полное его красивое, красочное, красиво снятое, прекрасное, Мария там рассказывает, очень интересные вещи, вы можете посмотреть на ресурсе на нашем, но мы сейчас посмотрим небольшую выжимку оттуда, как раз, которая будет финализировать наш блок, касаемый роста регуляции. пока не включаясь, скажу сразу, приехали мы в Турскую область, уважаемое наше хозяйство, замечательный там наш партнер, приехали, смотрим на пшеницу на зиму, она лежит, родная, потенциал на 100, но мы обработали один раз модусом, второй, третий раз хотели работать, погода не дала, и в этом году, в 20-м, очень много было влаги, погода способствовало тому, что пшеница хорошо опустилась, и многие из нас, мы на своих полях, на многих, и многие из вас не смогли зайти с регуляторами роста второй раз и третий, и вот поэтому сразу для слабонервных. Вначале смотрим яровую пшеницу, кому интересно, можете посмотреть. Мы с вами видим посев озимой пшеницы, московская 40, посеянная по пару. Высота растений здесь чуть выше метр двадцать. Данную пшеницу кормили очень интенсивно, было несколько подкормок, в частности, весной, больше трех раз в общей сложности, порядка 250 килограмм в действующем веществе по азоту. И здесь была всего одна обработка регуляторами роста, насколько я понимаю? Модус вкущения 0,4. Модус вкущения 0,4. Коллеги, хочется сказать, что для таких сортов, как московская 40, безинчукская 380, для большинства сортов, которые у нас есть подмосковной селекции, по паровому предшественнику, по хорошему фону минерального питания, и в такие годы, как в 2020 в центральной части России было очень много осадков, очень много влаги, хорошее питание, великолепный предшественник, мы видим, что пшеница выросла очень большой, для таких посевов мы рекомендуем применять регуляторы роста оптимально три раза, в первую фазу, это конец вкущения, дать хлормикватхлорид, достаточно жесткий ретардант, который действительно притормозит рост стеблей высоту, где-то 650-750 грамм на гектар, я видела посевы, где работал регулятор роста антивалигач, первую обработку, достаточно эффективное решение по снижению высоты растений, дальше мы работаем уже с междоузлиями, по второму междоузлию мы заходим, работаем модусом 0,2, и по третьему, четвертому междоузлию, как даст погода, еще раз заходим работаем модусом 0,2, данная трехкратная обработка регуляторами роста позволит ощутимо уменьшить высоту ваше растение, сохранить прикорневую часть эту соломину, чтобы вы не получили вот такую, к сожалению, хрупкую соломину, я понимаю, хорошо накормили, защитили, но погода не дала зайти с вторым и с третьим применением препаратов для снижения рискополигания, и на сегодняшний момент мы, к сожалению, видим, что посев у нас полег, но сейчас она потихонечку начинает подниматься, у нас сейчас идет фаза налива, еще давится зерно, то есть еще есть время до уборки, и есть надежда на то, что все-таки пшеница немножко поднимется, в принципе, колос не лежит, колос за последние два дня поднялся. с регуляторами роста мы закончили, все разобрали, у кого-то какие-то остались вопросы, можете задавать их в чате, можете сейчас поговорить, можете потом. все, что было в чате, мы, в общем-то, ответили на все эти вопросы, мне кажется. Может, кто-то что-то добавить хочет? Может быть, нам, Мария, еще закрепить, допустим, еще прям кратко пробежаться, есть антиволигач, тогда мы работаем на зиму пшеницы фазу до 29, в дозировке 1,2, и, соответственно, потом работаем модусом фазу 31,32, и влияем там на кущение, я правильно понимаю, да, на стимулирование кущения, а модусом влияем на утолщение там истеблистой. И, Мария, еще вопрос, осеннее применение, или я пропустил, или что-то? Не, мы не рассказывали про осень, почему? Потому что осень уже прошла, если кому интересно, кратко, кратко, если кому интересно, осень, то осень, осенью, вот как работает Украина, они работают антиволигачи 0,6, 0,5, фазе двух листьев, они, да, у них есть регистрация на осень, они провоцируют осеннее кущение для посева позднего срока сева, именно как ретардант, они бьют культуру по росту, высоту и стимулируют вот это вот впущение. Модусом мы всегда работали и работаем для того, чтобы это, если у нас посевы перерастают с осенью, если осень влажная, долгая и посевы раннего срока сева перерастают, мы работаем модусом осенью, как правило, это уже у нас впущение хорошее, мы видим, что пшеница сильно кустится, для чего это нужно? Для того, чтобы остановить рост надземной массы и помочь культуре перезимовать. Чем выше будет рост вот этой надземной массы, тем меньше будет сахаров останется на перезимовку. Культура физически тратит свой запас и будет тратить больше на надземную массу. Мало останется сахаров на подземную, на корневую систему. Поэтому модусом мы работаем на посевах осенью для того, чтобы именно помочь культуре перезимовать. Но я еще видела и заявляю действительно это уже как проверенный факт, когда мы работаем модусом осенью, весной растения меньше болеют заболеваниями грибными и можно уйти немножко с фунгицидами попозже. Осенняя обработка модусом я видела несколько случаев. Там был модус 0,3. Почему? Потому что культура перерастала сильно и там пришли с хорошей нормой такой серьезной средней нормой расхода. И весной я приехала уже был колос растения, где был осенний модус вообще нижняя часть у них только была поражена, верхняя была чистенькая. То есть болезни пошли попозже. А там где не было модуса, там растение стояло больное снизу доверху. То есть модус помогает на физиологическом уровне перезимовать в культуре и потом лучше ей сопротивляться грибным патогенам. Если смотреть на весну антивалегач, мы применяем фазу пораньше, когда нам нужно распустить пшеницу, фаза у нас идет, если смотреть по господи, все я, вот, фаза начала, середина кущения, для того, чтобы стимулировать кущение там, где у нас с вами выйдет одно растение, один побег, по алгоритму, который у нас есть, подкормили, потом отработали через 5-7 дней. Если у нас посев хорошее кущение и нам нужно работать на полигание, антивалегач это фаза конец кущения до начала выхода в трубку, то есть 29-31. 31 один узел есть, работаем. если у нас 32-я, если есть два узла, три и выше, работаем модусом, только модусом. Модусом можно работать также осенью, как я сказала, весной для провокации кущения фазу начала, середина кущения, это 21-25 и также как антивалегач 29-31. Самая оптимальная фаза работать против полигания, это 31-я фаза, это золотая середина, но мы понимаем, что пшеница не бывает вся 100% в одной фазе, какая-то часть у нас будет 29-й, в конце кущения, какая-то будет 31-й, вот лучшая фаза 31-я, но она так быстро может пройти, поэтому начинать лучше с 29-й, чтобы точно попасть на 31-ю. И модусом можно работать до фазы флаговый лист, можно работать несколько раз регуляторами роста, для того, чтобы получить разные преимущества. если только полигание, то работаем однократно 31-ю фазу обоими продуктами соло, каждый можно работать кто-то модусом, кто-то антиволигачем, можно мешать, чтобы увеличить ретардантное, больше усилить от антиволигача, у него более жесткое ретардантное действие. Мы видим, когда много влаги, когда много питания, модуса даже вот 0,2, 0,3, он не успевает за растением, лучше тогда боковать. Берем антиволигач с модусом и работаем 29-ю 31-ю фазу. Если у нас высокорослые сорта, если у нас очень много осадков, работаем два раза, можно работать антиволигач сначала, а потом модус, можно работать антиволигач с модусом, а потом еще раз модус, можно работать три раза. Вы получите эту презентацию, изучите, потом, пожалуйста, обращайтесь. Давайте, у нас с вами осталось двух часов на фунгициды. С фунгицидами мы будем очень быстро проходить. Тилтурбо это новинка. Вы первые, опять же, особенные, вы видите, у нас какие. Видите, вот этот визуал, так называемый, да, на маркетинговом языке, так, как мы будем представлять этот продукт вообще в рынке фунгицидов. Тилт турбо содержит приставку турбо, как у Alta Turbo, не потому, что нам так хочется турбо, а потому, что у него действительно турбированный движок, у него есть возможность очень быстро, во-первых, вы можете работать пораньше от 5 градусов плюс 5, и плюс он работает очень быстро за счет того, что у этого продукта есть очень хорошее решение, хорошее решение, которое дает ему фенпропедин. Что у нас бывает весной? На хороших раскрученных посевах мы с вами видим лучнистую, видим педнистости листьев секторию, все чаще и чаще появляется перинафора, бывает, что ржавчина, если перезимовал очень хорошо, в этом году мы видели у вас желтую ржавчину, мы видим с вами выпривание, связанное с инфекциями. Когда мы говорим про Тилтурбо, что такое Тилтурбо? Это у нас 2 ДВ, фенпропедин, который и придает именно пропиканазолу турбированность. Фенпропедина у нас здесь очень много, 450 грамм. Это морфолин, это действительно высокосистемный фунгицид. Если мы знаем, что пропиканазол и ципроканазол системные и хорошие лечебные фунгициды, то когда мы говорим про фенпропедин, фенпропедин это действительно турбомашина. У меня перемещается очень быстро. А вот эта штука, если вот эта попробую, да, вот так аккуратно. Не, не, на компьютере эти штучки по одному. паспорт у него фенпропедин пропиканазол, норма расхода 0,8 литр, это концентрат эмульсии, это только озимые культуры, пшеница и озимый ячмень, которого у вас нет пока, местами пробуете, но пока нет. Вот регистрация, основные все болезни, период вегетации. Невозможно, невозможно, что у нас не хочет вообще. не хочет он показываться. Так. Вот так показывать. Не хочет он работать сегодня. Пятница он уже, у него уже пошла пятница. Пробиканазол, вы знаете, системность у него 100 в воде по сравнению с другими триозолами, которые есть у нас на рынке. Больше всего продается у нас стебо-конозола, он в три раза медленнее, противоконозол в 20 раз медленнее и эпоксии, мы понимаем, что еще медленнее. спектр спектр, который у пропиканазола мы все хорошо знаем. Это мучнистая роса, это септориозный и гельментоспориозный, и даже перенофора. Очень хорошо работает этот гриб по септориозу. линхоспориум, перикулярия на рисе. Что такое фенпропидин? Если мы посмотрим по сравнению с другими морфолинами, которые есть у нас, у него растворимость воски, чем ниже циферка, тем быстрее он проходит из воска. 2,6, вот спироксамин, который есть у нашего уважаемого конкурента, да, очень часто применяемый, они примерно на одном уровне, у него 2,8, это 2,6. Если смотреть по воде, как растворяется в воде, почему важно, потому что когда у нас ДВ попадает в растение, оно растворяется, вернее, проходит через его ткани и клетки, растворяясь в клеточном соке, который очень близко по составу к воде. Вот у фенпропедина, помним, у пропиканазола 100, циферка была, миллиграмм на литр, у фенпропедина 530, в 5 раз быстрее он растворяется в воде и, естественно, в растении. Спироксамин чуть похуже, он тоже очень быстрый действующий морфолин. Фенпропиморф, который у нас есть у других морфолин содержащих продуктов, у него 4,3, то есть он 10, в 100 раз медленнее, чем спироксамин и в 100 с лишним раз медленнее, чем наш фенпропедин. Что такое фенпропедин? Он способен протаскивать за собой триазол. Вот график, как поглощается в растении триазол под часом. То есть через 3 часа у нас 10% при холодной температуре только ДВ попало внутрь растения, оно пошло по растению. Через 10 часов меньше 20%. Если мы добавляем к триазолу фенпропедин, через 3 часа у нас с 10% до 40%, то есть в 4 раза больше ДВ в растении, через 10 часов вместо 20% у нас почти 60%. То есть фенпропедин утаскивает за собой и протаскивает за собой триазол. По своей эффективности на грибы фенпропедин естественно все морфолины это в первую очередь мучнистая роса. Но помимо мучнистой росы хорошо контролирует жавчину и пятнистости. Действительно фенпропедин помогает пропиканозолу. У пропи эффективность желтая изображена у фенпропедина синенькая. То есть мы видим они вдвоем друг друга дополняют. Очень хорошая эффективность не только по мучнистой росе но и по всем пятнистостям. Когда мы будем его применять? Им можно работать осенью когда у нас затяжная теплая погода. Мы работаем с вами осенними гербицидами. Мы работаем с вами регуляторами роста. Мы обработали посевы ранних сроков сева. Да впущение уже осеннее вместе с регулятором роста или с гербицидом и весной мы заходим уже с гербицидом уже попозже ближе к флагу а то и во флаг. То есть осенняя обработка позволяет нам убрать фунгицид весной ранней весной. Если у нас с вами весна а 21 год у нас весна мы можем попробовать этот продукт. примените его очень рано тогда когда мы не можем зайти с триазолами ни с альто ни с амистаром от 5 до 11 градусов когда триазолы еще не работают амистар еще не работает они будут ждать своих температур мы можем вместе там же где мы заходим допустим с гербицидами пораньше мы хотим почистить поле мы видим что сорняка много осваиваем с вами залежные поля заходим с фунгицидом туда где мы видим что гербицид нужен пораньше мы спокойно берем телтурбо и заходим им пораньше вместе с гербицидом он будет за собой тащить гербицид помогая ему также увеличивая его эффективность сохраняя его эффективность и этим продуктом мы можем работать в фазах конец вкущения начала выхода в трубку да когда мы работаем традиционно с вами по высокому фону заболеваний да ну вот примерное вам как это возможные сценарии самое главное запомните что телтурбо у нас это осень да телтурбо это ультра ранние обработки когда мы заходим по пятнистости мы видим что болезни есть либо нам нужно зайти вместе с гербицидом и потом уже мы заходим во флаг либо в колос с фунгицидом мы работаем пораньше ну и традиционно конец вкущения начала выхода в трубку мы заходим с этим продуктом то есть три варианта окон применения ну разные алгоритмы и резюмируя телтурбо это действительно продукт который позволит увеличить ваши возможности зайти пораньше когда еще холодно это идеальный партнер для баковых смесей он работает не только по мучнистой растению по всем пятнистостям которые есть по некоторым прикорневым гнилям у него действительно быстрый эффект фунгицидный эффект и работает он традиционно как все триазолы 3-4 недели если у нас работаем осенью это возможность уйти от фунгицидной обработки весной и небольшой опыт который был в 20-м году в Краснодаре на зимой пшенице сравнивали что такое контроль гибезобработки была зажуха вы знаете на юге очень сильная но тем не менее посевы кормили вытаскивали и на зимой пшенице чистый пропиканозол дал плюс 7 центнеров телтурбо минимальной норме расхода мы видим что ощутимый результат на количество колосьев на урожайность 47,75 это практически 30 29 центнеров и Альто Супер примерно на равных стилтон турбо но за счет своего турбированного движка все-таки стилтурбо в этом опыте был более эффективен будет у вас вопрос исходя из того что появился тилтурбо как правильно выбрать фунгицид для работы весной Амистар либо тилтурбо либо Альто Супер помним что Амистар это профилактика что такое профилактика когда очень мало болезней и в этом случае Амистар будет работать лучше и шпаргалка что такое профилактика действительно поможет вам Амистар если мы видим что болезней много если мы видим что пятнистости мучнистая и понимаем что здесь нужно быстрое реагирование берем тилтурбо работаем тилтон турбо спокойно если нет тилтон турбо то Альто Супер или Альто Турбо как эти продукты применять если вы купили и тот и тот продукт либо у вас есть Амистар Экстра вы хотите заложить тилтурбо посмотреть тилтурбо главный ориентир это пятнистости то есть пятнистости есть независимо от яруса верхний нижний ярус есть заболевание будет выхлоп отриазола если заболеваний мало они только в нижнем ярусе на нижних листочках это Амистар Экстра если у вас температура невысокая 5 градусов 5.11 лучше взять на момент обработки вот вы работаете сегодня и вы понимаете вы будете работать при ранних весенних вот этих вот операциях тилтурбо если температуру понимаете что у вас будут и прогнозы идут 12 и выше то вполне комфортно применять Амистар Экстра помните что все триазолы дают выхлоп только тогда когда есть болезни вы обработали болезни пошли триазол будет держать оборону 3-4 недели у вас посев будет защищен если вы обработали Амистар Экстра и болезни не пошли вы получаете выхлоп от воздействия на физиологию у триазолов воздействия на физиологию нет так давайте попробуем может быть только тилтур такой капризный буквально быстренько пробежимся по второй половине вегетации что мы с вами можем сделать во второй половине вегетации мы можем с вами в традиционной защите добавить дополнительные дни с помощью Элатус Рия Элатус Рия это трехкомпонентник это известный нам с вами Альто Супер и молекула Салатенол паспорт регистрации есть только на азимой пшенице и на ячменях к сожалению у него нет регистрации на яровой пшенице для яровой в 21 году выйдет младший брат Элатуса Элатуса Элатус Эйс это действительно первая молекула СДЧА то есть карбоксамид для фолиарной защиты пшеницы и ячменя с длительным периодом защитного действия Украина если вы откроете украинский сайт у нас стоит до 45 дней да Украина пишет 60 дней они это уже проверили но мы не такие видимо амбициозные с Еленой мы так скромничаем пишем 40 и более дней это фунгицид для профилактического и защитного действия в период флагового листа ну вот основное его место это флаг лист это действительно очень мощный физиологический эффект пожалуйста применяйте этот продукт тогда когда у вас высоко потенциальный посев когда у вас он хорошо накормлен достаточно накормлен есть влага вы успеваете зайти с профилактической обработкой флаговый лист почему потому что это 40% урожая если мы сохраняем флаговый лист зеленым и здоровым считая 40% урожая у нас с вами в кармане почему профилактика почему мы говорим что этим продуктом лучше работать профилактически там есть солотенол молекула тяжелая в отличие от триазолов молекула медленная но за счет этого своей особенности она обеспечивает длительную защиту мы одеваем как перчатки на руку также перчатку мы одеваем в виде солотенола на растение и можем спокойно спать если у нас с вами симптомы присутствуют по всему растению если у нас поражено поражен подфлаговый лист очень сильно то и во флаге уже есть болезни просто еще они не проявились здесь нужно быструю пожарную машину потушить этот пожар лучше взять продукт подешевле обработать и остановить болезни поэтому здесь лучше в эту фазу конечно будет лучшим альто турбо альто супер очень широкая эффективность на других культурах у нас будет солотенол на других и на полевых культурах как объяснить своему директору почему вам нужен продукт у которого все-таки премиальная цена объясняем с помощью потерь если у нас умеренное развитие заболеваний можно потерять 30% урожая переводим эти 30% при цене на зерно те же 12 рублей да я беру сейчас вот такую цену то можно потерять 18% 18 рублей с гектара если у нас эпифитотия то есть сильное развитие заболеваний мы теряем с вами 40 и выше от ржавчины можно потерять 70% 80% урожая если мы переводим эти потери в деньги мы опять же переводим в тот возврат инвестиций который у нас бывает от применения фунгицидов ячмень видео мы тогда не будем проводить смотреть уже и времени нет посмотрите пожалуйста есть у нас на сайте очень красиво в хорошем качестве сейчас не будем вообще их много этих видео за этот сезон ребятам с региона удалось снять и пожалуйста у кого есть интерес там очень хорошо рассказывается многие элементы технологии защиты яровой пшениц и пропашных культур там и рапсы подсолнечник кому интересно посмотрите пожалуйста что такое лату что такое солотенол мы добавляем к триазолам да вот к триазолам за счет физиологии продолжительного действия дни защиты и воздействия на физиологическом уровне плюс 6,6 пензенская область скипетр та же пензенская область яровой ячмень вообще на яровом ячмене по всей стране очень сильно выстрелил элатус рия плюс почти 6 центнеров мы взяли в сравнении со стробилурином стробилурин естественно не обладает таким мощным воздействием каким обладает солотенол солотенол действительно дает больше опыт который был в Ульяновской области есть визио тоже по нему на яровом ячмене фортуна обработали фазу конец трубкования триазолом триазолом дженериком оригинальным продуктом обработали стробилурин содержащим продуктом и элатусом и посмотрите у нас триазол 47 второй триазол 52 но это качество формуляции разное сразу могу сказать и стробилурин к триазолу вот этот физиологический эффект более продолжительное действие мы видим 47 и 55 это 8 центнеров если мы сравниваем с элатусом с элатенол 69 и 5 то есть к триазолу мы видим что 47 и 69 это 22 центнера к триазолу к минимальному 22 27 к триазолу то что дает с элатенол а к стробилурину 14 московская 40 высокорослый сорт тульская область это я так понимаю то хозяйство где было все-таки видео сделано 55 все-таки взяли видите потери к сожалению 100 центнеров как планировали мы не взяли потому что все-таки риск полигания был очень сильный триазол 50 и латус дал плюс 5 нижегородская область московская 39 по сравнению с триазолом плюс 5 центнеров это то что дает именно технология сэлатенол триазольный продукт плюс 5 тульской области опять же московская 40 видео уборки в тульской области с Сергеем Сергеем Викторовичем Кичевым посмотрите сами что такое кустодия в этом году у нас появился этот продукт в прайсе его нет у него достаточно определенные цели и назначения обращайтесь к менеджерам компании это двухкомпонентный продукт азоксистрабин его поменьше чем по месту рекстра 120 грамм и львиная лошадиная доза тема конозола это триазол который самый любимый на нашем рынке если мы посмотрим сколько всего продается триазолов больше всего продается те буконозол содержащих фунгицид который имеет регистрации на пшенице любой на яровом ячмене на ржи азимой на рапсе азимом и яровом и на подсолнечнике норма расхода как у Тилтурва 0,8 литр это концентрация спензии какие у него преимущества за счет того что это астрабилуин содержащий он работает как антиспорулян то есть он не дает спорам прорастать и попадать в растение после обработки кустодии за счет этого период защиты побольше чем с триазолами сравнивать если он действительно обладает высоким фунгицидным эффектом по ржавчинам и по всем пятнистостям и бонусом он хорошо защищает от колоссовых болезней фузариоз септериоз альтернария если смотреть на рапс очень хорошо работает по склеротине и естественно он воздействует на физиологию паспорт его можете потом почитать внимательно ознакомиться на зерновых одна-двухкратная обработка возможно на подсолнечники и на рапсе однократная пробовали в девятнадцатом году сравнивали с триазолом на губернаторе Дона в Курской области по септериозу 6 центнеров в Белоруссии посмотрели как работает полумочнистая Россия замечательно держит если смотреть на яровой ячмей вообще все фунгициды лучше всего тестировать на ячменях если ячмень у вас хорошо развит он не попал в стресс то наибольший выхлоп самую яркую картинку если вы хотите заложить новый фунгицид и показать директору сказать почему вы купили именно фунгицид от Сингенты тестируйте его на яровом ячмене самое главное чтобы ячмень был не в стрессе чтобы он был у вас зеленый здоровый и хорошо накормлен по сравнению с триазолом триазол дал 45 кустодия дала 58 14 центнеров мы повлияли на увеличение вернее сохранение массы тысячи зерей но смотрите продержали белок что для пивоваренных сортов и направление очень важно на нормальном достойном уровне на яровой пшенице кустодию попробовали Липецкая область близка к вам на яровой пшенице сорт грани попробовали здесь было две обработки триазолами триазол с морфолином в первом случае и триазол по флагу начала колоса урожайность 61,5 там где мы вместо триазола во второй поставили кустодию плюс 7,7 центнеров 69,2 и как бонус белок клейковина повыше чуть-чуть понятно что яровая пшеница не особо по этим параметрам высококлассна но тем не менее мы видим что несмотря на то что обработку проводили через 5-8 дней после того как культура отцвела а фузырес колоса нужно работать до цветения или хотя бы в начале цветения мы видим эффективность по фузырозу колоса куда мы ее позиционируем это флаг лист колошения для того чтобы максимально получить выхлоп от этого продукта этот продукт будет работать и в эту фазу будет но для того чтобы получить максимум все-таки лучше его положить на флаг лист колос вообще львиная доля всех фунгицидов применяется в эту фазу максимально сформированное растение подключаем физиологию и смотрим что дает продукт стробилуринсодержащий по сравнению с триазолом если у нас с вами засушливая зона мы работать можем здесь двумя стробилуринсодержащими фунгицидами здесь амистар экстра работает на физиологию помогает азот усвоить профилактика прикорневых гнилей кустодия продерживает дальше воздействует на физиологию плюс сохранять если вдруг пошли дожди мы понимаем что даже в засушливых зонах колошении могут пойти дожди работаем по болезням колоса что такое замир замир это продукт который мы получили также от наших коллег сделан в Израиле это прохлораз с тебуконозолом тебуконозола поменьше здесь много прохлораза прохлораз это тоже из азольных класса азолов и медазол зарегистрирован только на зерновых на пшенице азима и яровой и на яровом ячмене 0,8 1,2 норма расхода все основные болезни в том числе фузариоз колоса 1,2 литра работаем по фузариозу колоса он действительно это зерновой продукт он обладает хорошим продолжительным действием как все триазолы 3-4 недели он помогает вам защититься от колосовых болезней то есть мы его ставим флаг лист колошения если нужно колошение то фаза начала цветения для профилактической защиты от фузариоза колоса фузариоз мы лечить не можем только профилактически ну и в зонах где мы работаем с рабилуринами амистаром мы полируем и защищаем колос замира то что у нас есть на сегодняшний момент на яровом ячмене сравнили с триазолом и он показал плюс 8 центнеров за счет именно эффективной работы по сетчатой пятнистости продукт великолепно себя показал и по септериозу хорошо сработал на уровне альто супер то есть продукт ничем на зимой пшенице по септериозу не отличается от альто супер если вы работали альто супер замер по эффективности ничем будет не хуже там по цене я думаю будет привлекательно белорусы попробовали на перенофору и септорию эффективность высокая порядка 90% и по септериозу колоса по фузариозу колоса белоруссии вы знаете проблема колосовых болезней достаточно явно но у нас очень хорошо ячмень поражается колосовыми болезнями эффективность достаточно высокая сохраненная урожайность тоже коллеги я уложилась два часа у нас остается 10 минут на вопросы урожайся урожайся Продолжение следует...